День защитников Отечества для сотрудников ГИБДД тоже праздник, но вместо отдыха с семьей при двери мужского дня инспекторы дорожного движения провели на работе. В ночь с пятницы на субботу 8 экипажей собрались на проспекте Ленина. Главная цель – выявление пьяных за рулем. Однако попутно пресекаются и другие, более мелкие нарушения – тонировка, езда с непристегнутыми ремнями безопасности и так далее. Виновников торжества, отмечающих День защитников Отечества за рулем, также удалось выявить. Было выявлено 23 нарушения правил дорожного движения, из которых по статье 12.8.1, это управление транспортом в нетрезвом состоянии, были выявлены два водителя и также был выявлен водитель, который не имел водительского удостоверения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. Кроме того, было выявлено три водителя, которые не имели права управления транспортным средством. Но даже после таких насыщенных выходных инспекторы не дают водителям расслабиться. Ранним утром 24 февраля – еще одна массовая проверка на состояние опьянения. И снова не все автолюбители ее проходят. Она проводится с целью подключения управления водителями в состоянии опьянения с признаками. Об этом граждане были информированы через средства массовой информации. Тем не менее, предварительно сейчас, в настоящее время, она проводит 2 часа, задержаны уже два водителя в состоянии опьянения. Один водитель не имеет права управления. Этот водитель признался, вчера отмечал, спать лег поздно, а проснувшись, поехал на работу. Результат 0,6 промилле алкоголя. Больше защитнику отечества с его автомобилем не по пути. Машина отправляется на штрафстоянку, а сам нарушитель в суд, где и будет решена его дальнейшая судьба. Наказание за езду в нетрезвом состоянии от полутора до двух лет лишения права управления транспортным средством и солидный штраф.